Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить с Карим и сразу к новостям. За кадром я прокачал кузнечный навык до 100, то есть до максимума, пользовался той же методой, создавал из обрезков кожи и стальных слитков себе железный кинжал, просто в оптовых количествах по 50, по 60 штук. И в итоге у нас вот такое дело, но нам теперь нужно включить, я практически не прокачивал местные перки, включить вот это вот сюда, использовать очко на драконьей доспехе, тогда мы сможем создать себе легкую броню с драконьими доспехами. Но прямо сейчас мы будем улучшать наше оружие и нашу броню, потому что способности у меня есть, и я вам покажу, как это делается. Для начала улучшим наш меч, подходим вот сюда, к точильному камню. Так, мы можем улучшить кинжал и можем улучшить эльфийский меч. Смотрите, урон 34, а теперь он будет 52. Видите, да, какой прирост сразу. Делаем, и стеклянный кинжал улучшаем с 19 до 32. Отлично, они легендарные и безупречные стали. Так, теперь нам нужно улучшить броню. Хемрер, отойди, пожалуйста. Это мой верстак на сегодня. Теперь смотрим по броне. Эльфийскую броню для этого, как видите, нам в правом нижнем углу написано, необходимо очищенный лунный камень. У нас он есть. Это хорошо. Так, доспехи 66, теперь 96. Видите, да? Вот это прирост. Это хорошо. Легкие перчатки. У нас, конечно, не хватит на эльфийские сапоги. Нужен еще один лунный камень. Сейчас посмотрим, может, у продавца есть он, кстати говоря. Так. Давайте посмотрим. Онгул, у тебя есть очищенный лунный камень? Мне нужен всего один. Вот, у него есть, отлично. Так, хорошо. Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Так, и мы эльфийские сапоги делаем легендарные. С доспехами на уровне 38. Все, теперь у нас очень сильный персонаж. И нам нужно дальше расследовать убийство. Мне добрые люди в комментах подсказали, что, насколько я смотрел, вот эти кровавые следы от места убийства ведут, как мне показалось. Недостаточно. Кровавые следы, как мне показалось, ведут в морг. То есть, как видите, вот сюда. На самом же деле, они ведут, как видите, вот еще кровавый след. Вот еще кровавый след. Ну, дальше я не смотрел. Сказали идти по кровавому следу. И тогда мы сможем найти маньяка-убийцу. Вот еще кровавый след. Еще кровавый след. Так, сюда. Нет, не сюда. Вот, вижу, на лестнице кровавый след. Дальше нам... Куда нам дальше? Вот еще кровавый след. Еще кровавый след. Ну, явно сюда, да? Выполнено изучить место преступления, получить доступ в Хьере. Замок уровень мастер. Это я открыть, скорее всего, не смогу. Да, это бесполезно. Так, ну... Теперь мне, видимо, нужно пойти... Я даже не знаю. Опять к этому местному главному? Возможно. Посмотрим. Так, только как к нему пройти? Я уже забыл, маленько опять не играл пару дней. Как-то все не до того было. Вот отсюда, я думаю, я к нему пройду. Хорошо. Хорошо. Как видите, во мне больше не торчат эти иглы. От этого я избавился. Это меня радует. Так, и сейчас поговорим с приближенным Ульфрикой. Или как его там зовут? Возможно, он нам даст ключ от этого дома. Посмотрим. Я не был бы столь уверен. Мы перехватили курьеры из Солитьюда. Империя сильно давит на Вайтран. И что, по-твоему, я думаю... Я не великий стратег. Как мне попасть в Ерем? Вот. Старый дом Фрики, расколотый щит? Он стоит заброшенный с тех самых пор, как ее убили. Думаю, у ее матери Товы. Если ты еще должен отправить балгруфу... Понятно, спасибо. А где ей мать Това? Там Галмар все разоряется. Жлобный он какой-то. Ему явно в туалет надо сходить. Расслабиться. Так, и что дальше? Какие вы сегодня все говорливые. Это же ужас. Так, где у нас находится мать ее Това? Да, видимо, вот тут. Бомжих какая-то. Так, нам сюда. Обратно. Называем это бэктрекинг. То есть путь назад. Живет там, надо сказать, близко мамаша, да? От дома своей убитой дочери. Дом клана. Расколотый щит. Интересно. Кстати, надо будет потом купить, я думаю, или собрать броню. Хорош тебе, Стэнвард, потому что ты все ходишь у нас в каких-то обносках. Это плохо. Так, где ты у нас находишься-то, женщина? Богатый живот, смотри, канделябры, да? Серебряные, похоже. Ага, все, понял. Това. Мне все еще тяжело прийти в себя. С тех пор, как... Как мы остались без дочери? Я хочу расспросить тебя, твоей дочери. Извини, я ее очень любила. И мне очень больно вспоминать о ней. Прости, я не хочу говорить о дочери. Да ты охренела. Я официальное лицо и требую содействия. Ну ладно. Что именно ты хочешь узнать? Мне хотелось бы обыскать ее дом, но для этого мне нужен ключ. Хьерем? Ну, не знаю, что ты там надеешься отыскать, но можешь попробовать. Супер. Ключ от Хьерема добавлено. Все, теперь, я так понимаю, эта дверь у нас откроется с полпинка. Будем надеяться. Хотя, почему бы ей не открыться-то? Так. Ладно. Знаешь что? Стэн Ваши, замечательно. Жди-ка здесь. Кадление не самая сильная моя сторона. Ну ладно. Да. Дом открылся, хорошо. Так, поискать улики. Я уже вижу улики. Спрячемся. Пусть пока никто нас не замечает. По следам на полу видно, что этот ящик недавно передвинули к стене. Я не вижу никаких следов. Так, дневник мясника. Часть первая. Все продвигается как нельзя лучше. Нашел источники костей, плоти и крови, хотя пока что не подыскал хороших образцов сухожилий и костного мозга. Неважно. В городе полно спесивых балуан, которых никто не хватится. Прошлой ночью почти удалось прижать Сусанну, когда та вышла из очага и свечи. В самый неподходящий момент подвернулся идиотский стражник и пришлось пойти в другую сторону, как будто я прогуливался. Можно будет попытаться снова, однако время уже поджимает. Вспоминая, каково было в Винтерхолде, все эти пропащие умы в своих башнях, они изучают магию, которая уже всем известна. Я же открываю сейчас новую магию, нечто более глубокое, чем показушные фокусы с огнем и светом. Магия плоти древнее нас самих, возможно древнее даже самого мира. Я дергаю их за углы материи вселенной и в получившихся складках построю свой величайший триумф. Еще одна попытка это подобраться к девчушке из очага и свечи. Она чаще осторожничает, но какие же прекрасные сукожилия должны быть в ее крепких суставах. Стоит попытаться, это и ночью. Но как мы знаем, он добился успеха, кто бы он ни был. Или она, скорее всего он. Так, мясник на свободе, 11. Так, прочтем. Этот дашигу бродит по улицам Бинтхельма. В смутные времена в людях вскрываются страшнейшие пороки, не становясь следующей жертвой. А, не становитесь следующей жертвой. Заметив что-либо подозрительно, обращайтесь к Виоле Джордана. Хорошо. Так, подождите, давайте-ка мы этот дневник возьмем. Улика. Кто-то тут, похоже, некромантию баловался, да? Пивная кружка. Будем исследовать, как сыщики по часовой стрелке. Тут у нас ничего, только паутины все поросло. И зачем тут было оставлять такой замечательный платяной шкаф? Золото, серебряное кольцо. Ладно, ничего полезного. На полочке полно листового промясника, который встречается в городе на каждом шагу. Ходная из кучек выглядит потревоженной. А, это то же самое, да? Так, а это что за крюк тут? А, это амулет. Расследовать улики, найденные в Хереме. Так, это у нас в одежде, по-моему, странный амулет. Ну да, какой-то с черепом такой. Платяной шкаф зачем-то прибит к стене. Фальш-панель. Тихо. Ну, ни хрена себе, я бы сказал. Вот где все это проходило, да? А, вот орудие убийства. С закругленными краями. Так, я что-то вижу на столе. Тихо. Постараемся не наступить на кости, потому что это противно. Этот алтарь создан для какой-то неизвестной магии. Кажется, кто-то использует части тела для какой-то ужасной цели. Некромантия. Дневник мясника, часть вторая. Семнадцать сухожилий различных связок. Сто семьдесят три фрагмента кости для сборки. Ок. Около четырех вердер крови. Норская предпочтительней. Шесть ложек костного мозга, не более двух из одного бедра. И обалдеть. Двенадцать ярдов плоти до кройки. Волшба по звездам на краю ледяного ума. Следи за огнями, где танцуют души. Открываю время. Перевод альтмерского текста, выполненный аэлейдами и впервые расшифрованный. Альтмером. Происхождение и авторство неизвестно. Скоро. Подожди. Его надо взять. Какой-то странный, я бы сказал, рецепт. А больше здесь вроде ничего нет, да? Ну там, еда, сыр, что-то. Но я не думаю, что их стоит брать. Так. И тут лестница ведет на второй этаж. Подождем. Сначала посмотрим, что у нас здесь на первом. Это уже давно никто не использовал. Внутри нет ничего, кроме злокрысного помета и паутины. Злокрыс. Переводчики. Так, ладно, осторожно поднимаемся на второй этаж. У нас уже есть определенные зацепки. Это наверняка был какой-то маг, похоже, что ли. Раз в Виндхельме и его коллеги изучали уже изученную магию, а он открывал что-то новое. Я все правильно понимаю? Или нет? Петли никакой нет. А то как-то подозрительно все лежит. Как-то странно, это стул стоит на кровати. Да, вот я тоже заметил. Но больше тут вроде как ничего нет, да? Давайте тут посмотрим. Да, все, надо выходить отсюда. Расследовать улики, найденные в Хьереме. Каким образом? Надо их принести, видимо, представителям закона. Даже не знаю. Даже не знаю. Клетка, конечно, внушает. Надеюсь, в такую мы посадим маньяка. Будет полезное дело для общества. Искупим вину за грешок. То, что мы гонца там зарубили. Так бесчестно. Ну да ладно. Кстати говоря, с новыми доспехами, улучшенными, с новым оружием, я чувствую себя в силы освободить того бедного юношу из Талморского плена. Но сейчас он находится далеко, так что пойдем мы к нему попозже. Так, Стэнвар, нам пора. Хорошо, пойдем поищем с кем бы подраться. Так, что у нас по карте подойти? Ну да. Дорога ведет исключительно сюда. Кстати говоря, надо убрать, удалить маркер, чтобы он мне с толку не сбивал. Теперь, как видите, у меня значка на выход из города нет. Ведет исключительно в Кремлевский дворец. Ой, Кремлевский, Королевский. Опять заговариваюсь. Да что ж такое? Заговариваюсь, 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 сговариваюсь. Никуда от этого не денешься. Так, ты кто такой? А, ты же расист у нас. Что тебе нужно, малявка? У меня нет времени на Норда, который думает, что он лучше всех остальных. Я вообще-то не Норд, как ты мог заметить. Вообще, я думаю... Я предупреждал. А дураков у меня терпение не хватает. Ты знаешь, что это за амулет? В жизни не доводилось видеть ничего подобного. Отнеси-ка его лучше к Аликстер в Музей Редкостей. Он любит такие странные безделушки. Может быть, даже заплатят тебе за нахватие. Музей Редкостей? Да. Надо воткнуть меч его мерзиеме. Мы опозорим его, захватив город. Я не великий стратегик, но лорд Ульфрик все равно прислаживается, что мы готовы к открытой войне. Наберись терпения. Короче говоря, я, как заметил, вот этот Ульфрик и его ребята, они преследуют лозунг «Скарим для Нордов». Короче, я, как представитель по наехавшей молодежи, как видите, я отнюдь не Норд. Я, скорее всего, примкну к Империи. Надеюсь, ветер к ночи слегка поутихнет. А, ты можешь научить вас карманам? Ну, возьми Манинку. О, спасибо. Да благословят боги твое доброе сердце. Боги всегда улыбаются щедро. Так, у меня же был, по-моему, квест на посетить Мухайт в Дан Старе. Это не тут. Ладно. Где у нас здесь находится музей? Музей редкости Калиста. Это я сейчас вот так проду. И тут повернуть, понятно. Интересно, девки пляшут. По четыре штуки в ряд. Интересный квест, да? Такой, несвойственный для этой игры. Чисто на... Блин, прям как Дэвиду Финчера фильм, 7. На детективные способности. Жаль, что они вот эти маркеры, конечно, устанавливают. Самому нет простора подумать, поискать как-то улики. Но при этом облегчает очень все, конечно. Амулет Калиста. Тебе что-нибудь известно об этом амулете? Извини, братан, это улика. Пожалуй, я пока придержу его у себя. Да, пожалуйста. Хотя эта вещь имеет ценность только для коллекционеров. Удачи в поисках того, кто оценит ее так же высоко, как я. Так, и что мне? Что это дает? Мы с сестрой когда-то путешествовали по свету в поисках новых... Даже не знаю. Даже не знаю. Придворный мак, а где он у вас тут находится? Интересно. Интересно. Ты можешь напасказать. Называют меня капитаном, потому что в свое время я ходил в море. Еще у тебя голос, как у Геральта. Да, это так. Так, там у нас эльфийский район. Давайте-ка еще раз к этому сходим. А потом пойдем к матери. Убитый. Может она мне что подскажет. Хотя у меня улика уже прямиком оказывающая на этого придворного мага есть. Братья буря одерживают победу. В жизни не доп... Может быть даже заплатят тебе за нахуй. Значит он против. Мне нет времени нужно Норда. А то разумы, что не получится. Понятно. Что ничего не понятно. Видишь тех воинов из Хамера? Куда мне указывает по-новому эта карта? Она все равно указывает к нему. Блин, я не понимаю. Может все-таки отдать ему этот амулет? С тех пор, как эти иперские ублюдки напали на меня сзади и ранили. После того, что произошло с теми женщинами... Не хочет она со мной разговаривать. Давайте отдадим ему этот амулет. Возможно это что-то решит. Казалось бы отдавать улику кому-то. Это глупое дело, но... Давайте сохранимся перед этим. Добро пожаловать в музей. Камень-колеса? Так что, на счет того, что... Чудесно. Это будет прекрасным дополнением к моей коллекции. Мы с сестрой когда-то путешествовали по свету в поисках новых предметов для нашей коллекции. Ах, какие были приключения! Ну, музей тихо. У тебя тоже такая штука есть, да? Ты посмотри, а? Мне нет никакого дела до войны. Ну и чё я продала эти амулет? Что это мне дало? Даже не знаю. О чём ущество может поговорить, если мне на тело указывать всё время. Как тебе удалось собрать такую коллекцию? Мы с сестрой получили довольно круто. Во время наших странствий по Атамриэль, несколько лет назад, думаю, она была бы рада узнать, что собранная нами коллекция радует и молодёжь, и стариков. В этой комнате больше нечего делать. Хотя, конечно, то, что у него тоже есть инструменты для бальзамирования, меня, честно говоря, тревожит. Ох ты, наконец солнышко выглянуло. Как сразу стало красиво. Я всё надеялся, что Виола мне даст какую-то зацепку. Храм Талоса. Это нет. Это не то, что нам нужно. Так, ну ладно, я сейчас пойду ещё раз к этому. Раз меня прям к нему так ведёт квестовый... Карта обновлена. Да, бесполезно. И всё по-двоему я должен делать. Расследование зашло в тупик. То есть я знаю, что это принадлежит придворному магу, но... А вообще говоря, может это я, да, Вакин? Только я этого ещё не знаю. Ну что поделать-то с этим знанием? То есть я даже не знаю, где здесь придворный маг тусует, собственно говоря. Так, возможно сейчас мы подойдём к этой. А её тут уже нету, да? Блин, я запутался. Давайте сходим к матери убитой Сусанны. И если и там нам... Ой, а тут закрыто, да? На эксперт причём. Бляха, муха. Ну ладно. Вернёмся к этому квесту через несколько дней, видимо. Потому что, насколько мне пишет квест, стоит периодически наведываться к управителю Йорлифу за советом. Возможно, через несколько дней что-то прояснится. Пока что я не вижу какого-либо... Какой-либо возможности для развития этого сюжета. Хотя, возможно, я что-то делаю не так. Не знаю. А это правда? Ну, о чём все говорят? А Вентус Аретина творит чёрное таинство? Хочет призвать тёмное братство? Ох, Гримвар. Ты всегда веришь разным глупостям. Нет, конечно нет. Это просто слухи. Ладно. Тогда я с ним поиграю. Он живёт рядом. Я постучусь к нему и... Тихо. Нет, нет, подожди. Он и его дом, они проклятые. Ха! Тогда я прав. Так и знал. Он хочет избавиться от кого-то. Хорошо. Я не стану отрицать. Слухи правдивы. Но Авентус Аретина пошёл по плохому пути. Его действия принесут только горе. А теперь всё довольно. Мы больше не будем об этом говорить. Тебе не нужны никакие друзья, кроме меня. Я вспомнил. У нас же квест, который мы искали. Вот. Поговорить с Авентусом Аретина. Где он тут рядом живёт? Так, ты со мной, Стэнвер? Ну, вообще элементарно. Давайте посмотрим. Милосердная матушка, пошли мне своё дитя. Ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови и страхе. Нормально. Пошу тебя. Сколько мне ещё взывать? Я всё молюсь, мать ночи. Почему же ты хранишь молчание? Мальчишка. Умри, Грелат. Умри. Милосердная матушка, пошли мне своё дитя. Ибо грехи недостойных должны быть омыты в крови и страхе. Умри, Грелат. Умри. У нас налицо психическое расстройство, да? Наконец-то. Мои молитвы услышаны. С тобой сопля всё в порядке? Получилось. Я знал, что вы придёте. Я знал. Я творил чёрное таинство снова и снова. С телом и со всем остальным. И вы пришли. Ассасины из тёмного братства. Слушай. Давайте-ка помолчим. Не нужно ничего говорить. Нет нужды. Вы пришли. И я знаю, что вы примете мой контракт. Контракт? Моя мама, она... Она умерла. Да, я... Я теперь совсем один. И они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне. Благородный. Начальница там. Злая, жестокая женщина. Её зовут Грела Добрая. Но она совсем не добрая. Она ужасная со всеми нами. Тогда я убежал и пришёл домой. Я сотворил чёрное таинство. И вы пришли. И вы убьёте Грела Добрую. Ты чё, дурак, что ли? Совсем я не пойму. Начата потерянная невинность. Так. Убить Грела Добрую. Ну... Ладно. Раз есть такое задание, почему бы и нет? Что у нас тут ещё активного? Больше ничего нет. У Авенса Ареттина. Так. Он считает меня ассасином. Просит убить. Книжку сюда. Дай, придурок. Поцелуй милосердное. Хочешь ей чьей-то смерти? Молись, дитя. Молись, и да услышит. Матерь ночи твоей молитвы. Тебе предстоит выполнить нечестивейшее из ритуалов. Чёрное таинство. Сотворить чучело намеченной жертвы. Ты посмотри, да? Так. Ты куда делся? Так, ну что, ну... Письмо от управителя. Господин Авентус Ареттина. Ярл Ульфрик Буревестник приносит вам свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью вашей матери на Алии. К сожалению, поскольку вы также остались без отца и не имеете иных родственников, о которых было бы известно, Ярл не может позволить вам оставаться в вашем доме без надзора. Ввиду этого вам надлежит не позднее, чем в течение недели появится в благородный сиротский приют в Рифтоне, где вы будете пребывать до того момента, когда вам исполнится 16 лет. Смотри, да? Забудьте о детях. Фамильный дом Ареттина в городе Виндхельм, разумеется, останется в вашей собственности. Здание будет надежно закрыто и готова к вашему возвращению через 6 лет. Ага, надежно закрыто на уровне сложности новичок. Должен заметить, что я не знаю, каким образованием обеспечила вас ваша безвременно почившая матушка, почившая, и сможете ли вы прочесть настоящее письмо. Ввиду этого в течение недели городской стражник посетит вас в вашем доме и сопроводит в приют. Надеюсь, что ее появление не окажется для вас с полной неожиданностью, с глубочайшим уважением, с глубоким уважением. Йорлийф, управитель при вашем благороднейшем я. Ульферики-брелестники. Неплохие люди. Заботятся о детишках. Да блин, ну что ты тут устраиваешь? Бардак, а? Стэнвар. И что, нам нужно убить эту? Наставительницу. А где она находится? Блин, на местной карте конечно сложно сказать. Так, давайте-ка мы тебя пока выключим. А, в Рифтоне? Это же охренеть, сколько пилить. Ну, что вы издеваетесь так надо мной, а? И, видимо, таким образом мы стартуем квест на Темное Братство на вступление. Я думаю, мы с этим повременим. Сейчас у нас есть еще гильдия сторонников, они недозавершенные. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы отправимся. Ну, что вот нам еще в этом городе осталось сделать? Да вроде бы... Да я тебе подавал уже. Вроде бы ничего. Давайте-ка, ребята, я думаю, мы двинемся-ка в Вайтран. Где он там находится? Дорога, конечно, не близкая, но и не особо далекая. Пойдем вот отсюда. Но это будет все в следующей части. Я думаю, первым делом нам нужно зачистить вот этот Морлон Скар от Темных Магов. Этим мы займем в следующей части. Потом оттуда мы двинемся в Вайтран. Я думаю, по дороге найдем еще пару каких-нибудь храмов и их зачистим в поисках наживы. Заодно и спробуем наши боевые навыки в Вайтране, примкнем к сторонникам. Будем выполнять до конца за них поручения. А потом уже двинемся уже вот в Устенгреф по указанию Седобородых. Пока что вот так и план на низк серий. Но это все будет позже. Сейчас пока все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok